Я под дождем иду. Так иди под зонтик, кто тебе мешает? Ты. Я не собираюсь лететь, у меня кедлиновые лужи тут. Я поеду идти туда. Привет всем, друзья, суббота. Мы выбираемся гулять в 7 часов вечера, потому что даже уже, да, Леша уже даже не гулять. В общем, мы вообще не умеем с ним вместе гулять, походу. Потому что теперь Леша приезжает поздно после рынка, потом он сидит 3 часа занимается музыкой, потом он 3 часа делает то фотографии, то еще что-то. Короче, еще и дождь льет. Мадам, мы сидели и ждали, пока дождь пройдет. А что ждать, если он все равно идет? Меня дождь вообще не пугает, Леша все время. Нет, вот это не дождь, но там, Диан, я за рулем, я как водитель. А остановись. Остановись. Просто давайте послушаем звуки дождя. И расслабимся. Звуки дождя. Ты опять агрессивный. И дождь. И нервный. Алло, я дождь здесь мужиков. Здрасте. В YouTube канал, да. Наш сосед. Мы сегодня решили с Лешей поужинать на фудкорте в Авроре, благо они тоже заработали. Точнее, я так решила, потому что мы вчера были с мамой в Ситимоле, я видела, что уже открылись. Поэтому мы сегодня приехали сюда, чтобы в магазин идти, чтобы все обещали дальше. Больше нечего. В кино не сходишь, в театр не сходишь, никуда не сходишь, кроме как поесть, что надо опять купить. Скоро бороться можешь вообще. Ой. Ну и, короче, да, все работает, людей очень мало, так как сегодня еще и дождь, и не гуляют особо. Я себе в мою еду, как всегда, взяла лапшу. Потому что, в принципе, здесь больше какой-то такой нормальной еды нет. Фастфуд этим. Еще вареники есть. Вареники как-то я не покупаю никогда нигде, так. У меня тут говядина и лапшинчиков. И я тут одна, по-моему, вообще заказала. Сейчас никто больше не ждет оттуда заказ. А Леша заказал какой-то себе там ролл отсюда с пиццей круассанной, которым я рассказывала, что очень вкусные круассанны. Ну, не знаю. Мрачно как-то. Хочешь мрачно? Фотография? Такую же, как ты? Я очень веселый. Ага, веселый, да. Сидим с Лешей трапезничаем на футкорте. А тут большинство подходит, начинаем забирать наши подносы и как-то спешит. Леша говорит, наверное, она уже домой уходит. Я думаю, что бы она домой уходила, только по 8 еще нет. И тут объявление вовроли. Уважаемые, посетители, мы через 15 минут закрываемся. А мы сидим, кофеечек пьем, болтаем. Мы приехали с Лешей футболкой, я на штрафе. В итоге они, получается, сменили, наверное, режим работы сейчас. До 8, хотя сюда работали до 10. Лешин любимый магазин. А вот этот не по... Да нет, она не очень. Все стирки будут так себе. Леша сильно, короче, любит стаф. Он прям его обожает. Тут такое все веселенькое. Ну, это ж наш украинский. Мне нужен оверсайз-крой. Мне нужен оверсайз-крой. Модник. Огородник. Прости. А не хочешь чисто белую? Я хочу. Мне нужно чисто белую. У тебя уже есть ветровка. А, тут же женская есть, да? Это женская или это все мужская? Тут в основном мужские вещи такие всякие. Их неси намного, а тут и рюкзаки, и штаны, и нахрен. В общем-то нам надо было, если уже такие футболки купить. А еще маме с папой не вылазить из них. Розового сегодня много не бывает. Возьмите. Смотри, папа с кадром. Надеюсь, что вообще вам видно на камере, как красиво. Мы поспешим на набережную, потому что я начала перещать. И сделать фотографию с таким небом – это печаль полная. Я не люблю, что-то разберем. Ну, вдруг успеем. Посмотри, там еще ярче. Я не могу быстрее, как и камни там стоят. Еще и молнии гремит. Офигеть. Классная музыка у меня, да? Не то, что у тебя. У тебя двери пришиву. О, боже, что за страшные глаза. Привет, маму. Ку-куся. Ты уже Леша не сдержалась и позвонила по поводу футболки. Ты поспеши? Да. А, какой хорошенький. Это новые вещи. Вот, слушай, нам заходи. Это истирать. А что там у тебя происходит? Только пустошка маленькая. Не хотите помочь облинить? Нет, ну я уже, знаешь, я уже сегодня с ней, уже под конец, я уже поняла, что есть ссылка. Так мама позвонила в истерике, такой смеет. Да что я в истерике? Не, ну в смысле. А что, вам гитар давать? Давай, да. Как вы не заедете? Да ну, нам надо ехать. В альберике, хаос. А вам есть стой куда-нибудь? Не-не-не-не. Куда же еще стой? А как монетар, машинист. Сзади положим. Вот так. Или багажник, а нам в багажник надо поместить. Головой отвечаем, я поняла. За эту гитару. Ну как это? Ямаха, папа, подарок. Там кондиционер, тут так пар какой-то есть. Да, хорошо так. Теш, там за углом пакет вынеси, пожалуйста. Там земля, цветов. Как тебе его новые шортики? Я хотела, чтобы он желтые купил. Он отрезался, и красный. Нет. Это розовый. Это розовый? А я ему предлагала ярко-желтые взять. А красотки новые еще. Так, красотки мы давно уже купили ему. Этот в банке жива. О, так ты бы показался сзади. Ничего себе. Классно. Молодой тебе всегда. Молодой, красивый, парень. Молодой, красивый, так красивый. Даже розовые шортики. Даже розовые. Да? Нет, да, вы с топочкой. А, там подстилка, и все. А, вы на улицу куда-то? Да, мы хотим сесть на радуги. Так вот, воскресенье мы пришли к маме, чтобы взять гитару, потому что хотим встретиться с нашим другом, чтобы он нам поиграл. Поэтому сейчас мы готов едем навстречу, мы еще пообедаем все вместе. Купили все, что ему слепо пластырь, потому что я сейчас себе натерла ногу. И вот, кстати, вот эта коробка, вот эта упаковка, очень классный пластырь здесь. Целый набор разного размера и не хороший очень. Я сейчас себе зашла в Джулию, купила лифт, бежевый, такой вот, подмыв все вот эти кофточки, топики, чтобы можно было снимать бретели, но я вам его покажу дома. Вот там что-то почти 700 гривен стоило, скидка 30%, и все как всегда, 480 гривен, он мне обожелся. Плюс подошел по размеру, что очень сложно вообще мне найти что-то подобное. Мы с мамой когда ходили, я искала себе, и ничего, вообще ничего не было. Минусы. Такой фильм. Наравится тебе твоя новая вещь? Да. Удобненько, свободненько. Да, в этом-то и прикол, тихо-футбола пробьем. Короче, мы снова едем в Аврору, получается. Мы что-то два дня тусим там. Но мы туда уедем, на природу какую-нибудь. А что это что-то? Нормально, у нас собственный музыкант разжигает нас. Да, тихо поет. Ребята, как офигенно, мы сели на пикничок. Смотрите, как тут красиво. Мы приехали на Радугу, я очень хотела здесь посидеть на подстилке хоть когда-нибудь. И вот, наконец-то, мы приехали и вот уселись. У нас тут лапша. У нас тут кот. У нас тут кот. У нас тут гитара. У нас тут прекрасная погода. Это, кстати, в Тиньке вообще не жарко, прекрасно. В Тиньке обалденно. Замечательно, я бы сказала. Так что мы будем есть. Вот она наша. В общем, как наша. Это папа, нам и папа. Да, уже левом уже говорила. Кот там где-то слышал. Она нашла свою пропылку. Вот так мы сегодня гуляли. Пытались что-то там брынкать. Не, на самом деле, мы хорошо провели очень время. Я бы сказала, это было очень атмосферно. Мы купили с Лёш только что некоторые продукты, которые мама попросила. Занесли ей, потому что завтра мы будем готовить тот самый торт с ченосливом, о котором я говорила во влоге, где мы с ней шопились. И вы просили тоже этот рецепт, поэтому ура! Мама завтра нас будет этим радовать. Это вкуснючий торт, реально. Я его очень-очень люблю. Я рада, что мы его будем завтра есть. Что мы купили, кстати? Только что мы зашли и купили клубники. Чуть больше килограммов. Чуть не последнюю забрали у нас у тёпушки в ларьке. И Лёша купил себе жёлтую черешню. Немножко, потому что я не ем черешню, вишню. Чаще всего. Потому что мне кажется всё время, что там червяки. Вот у меня вот это такое. Да, они там есть, реально. Вот Лёшина футболка новая ещё мы не показывали. Вот он в шортах. Футболочка на нём была чёрная. И вот эта. А, ты хочешь померить сразу? Ну давай, мы ждём твою примерку. А я вот говорила, что купила лифт. Вот он. На самом деле долго гуляли. Мы ещё сидели на лавочке. Мальчики там пиво пили по бутылочке пива. А я выпила холодный какао. Очень вкусно. Вот такой, смотрите. Очень простой. Типа бесшовный. Лямки снимаются, чтобы можно было под все мои топы носить под платья, которые просвечивают. Это идеальный вариант для меня. А ещё и вот размер как раз мой здесь. Так, плотно сидит. О, пастель. Очень симпатичные цвета. Мне очень нравится. Ну, это на душе. Класс. На выход. У меня официально надели. Ну, это неофициально, конечно, но выглядит симпатично. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал и на наши с Лёшей Инстаграмы, чтобы ничего не пропускать. До новых встреч.